уважаемые друзья здравствуйте с вами Евгений Филимонов и вы находитесь на питомнике Хвойный дворик и на канале одноименном хочу сказать большое спасибо за подписки у нас уже 15000 это довольно таки много в этом году сейчас после того как мы рассадились сейчас я займусь вплотную каналом и видео довольно будет выходить часто ну что хочу сказать это видео будет посвящено ну питомнику тем как мы рассадились что мы посадили в этом году хочу сказать что с 1 июня начнется прием предварительных заказов опять на осень и 24 года и на весну 25 года поэтому следите за сайтом там сейчас идет редактирование цены сейчас все посчитаем все сколько у нас количество сколько у нас вообще возможности продать это все почему так рано начинаем сезон но предварительные заказы ну это по просьбам опять же вашим потому что люди звонят когда когда хочу сделать заказ на осень на весну на 25 год то есть я думаю что надо пойти навстречу и мы готовы пойти навстречу вот сейчас наконец-то питомник свободен я на питомнике один сейчас я для вас сниму видео ну покажу то что мы рассадили то что посеяли то что будет в этом году в сезоне там уже конечно же сейчас все рассажено только она будет расти набирать рост и будет довольно таки красивая красивый качественный материал опять же особую благодарность хочу передать хейтерам пусть конечно же пишут я их с удовольствием блокирую кто хочет поспорить высказать свое мнение пожалуйста в описании есть сайт на сайте все мои телефоны отвечаю лично я поэтому добро пожаловать но кто хочет чему-то научиться я не говорю сделать так как я прям точно и тем добро пожаловать добро пожаловать и я всегда рад буду вас видеть на своем канале на все комментарии я стараюсь отвечать конечно же в ю тубе и соц сетях к сожалению некоторые люди все пытаются вырастить в горшках наши растения это уличное растение я говорил много раз что горшки это тюрьма для растения я не выращиваю никогда в горшках и поэтому на данный момент я вам всем советую выращивать все в грунте да в этом году дождей нет до сих пор приходится поливать нам очень много и очень часто поэтому процесс видеосъемки ну такой затягивающий знаете было бы время я с удовольствием снимал бы для вас ролики ну как говорится поехали сейчас рассмотрим все это то что мы посадили итак уважаемые друзья начнем с этого теневика естественно все притянено сетка для притянения у меня есть видео на канале там все есть здесь у нас 6 отделов по 21 метру грядка в каждой грядке ну каждом отделе по 2 грядки то есть туя колоновидная колумна пошла у нас вот рассажена довольно много будет пятилетка это саженцы хорошие примерно вот такая вот будет сейчас они только посажены буквально недели три назад поэтому они еще кривенькие стоят сейчас будем полоть все это будет как говорится ну все ровненько все красивенько будет я буду снимать видео снимать контент и вы увидите что действительно все нормально итак первый отдел ну тут елочки чуть-чуть осталось я даже не знаю сколько это ей лет где-то лет восемь будет в этом году то я колоновидная прекрасная которая вот будет на продажу я имею ввиду которую можно будет заказать и выписать я думаю в этом сезоне и следующем мы начнем отправку хоть она и будет большая я знаю она будет больше 50 сантиметров однозначно и так что заказывайте заранее так второй отдел как бы у нас тут раз посеяно сразу туя колоновидная опять же в этом году семян было мало вернее в прошлом осенью поэтому сколько собрали здесь посеяно холструб ну тоже не знаю сколько взойдет здесь у нас трехлетка будет тоже хорошая трехлетка брабан да по моему ее немного около тысячи там у нас можжевельник виргинский но мы ему к нему вернемся там туя колонна тоже поэтому но главное что в этом отделе это посев они еще не взошли сейчас идет полив я думаю когда взойдут я обязательно сниму ролик и покажу вам что у нас получилось так здесь что мы имеем здесь опять же туя колоновидная колонна целая грядка елочка но это елочка скорее всего пойдет самовывозом опять же самовывоз у нас от одной штуки если вы делаете заказ на сайте то там минимальный заказ 2000 рублей и опять же там стоят минимальные партии прошу вас соблюдайте их все заказы пойдут я в корзину если они не соблюдены минимальной партии сколько лет вы спросите я вам честно скажу я не знаю потому что она постоянно пересаживалась я помню лет пять назад я ее трехлетка пересадил она была пышненькая хорошенькая но потихоньку разбирают поэтому на цвет не смотрите она вся будет голубая вся будет голубая и хорошая но это во-первых ель колючая это мы в этом году попытались засадить все по максимуму чтобы у нас не было пустого места вот туя книжка которая была в прикопе неизвестно сколько лет вот там вот холструб тут у нас верисковидная тут у нас но это все это можжевельнички тут тут я не знаю тоже или трех или четырехлетка но такая она была хиленькая поэтому она такая ничего страшного так переходим к третьему отделу третий отдел такой мне кажется более интересный тут смотрите тут у нас двухлетка будет колоновидная туя ну она конечно же даст сейчас июнь она уже дала можно видеть какая она пышненькая хорошенькая это колоновидная а здесь у нас барабант опять же отличие можно видеть ну вот видите вот на ветка пошла и в эту сторону ветка это барабант вот барабант прекрасный барабан будет но я думаю что мы ее не будем продавать в этом году мы ее рассадим и дорастим опять же посмотрим что с ней будет так у нас можжевельник виргинский опять же много вопросов составляет то что как его поливать он ложится ничего страшного вот только что я поливал он весь лежал он восстанавливается встает то есть и ровненько сам но когда будете полоть а вы однозначно это делать будете опять же возьмите и выровнять его это будет неплохо еще хотел сказать здесь примерно 600 штук на квадратный метр 100 штук если вы заказываете саженцы зачем вы их сажаете на 3 2 опять же это ваше дело я бы так не сделал никогда пока они маленькие им надо дать дорасти пересадить вы всегда успеете но здесь пихта у нас цветет и пахнет как говорится прекрасная пихточка в этом году она стартанет четырехлетка тоже будет тоже по сантиметрам я не знаю сколько но довольно красивое дерево все кто выписывал тот знает главное не ставить ее в горшок в тень полив хороший и все будет хорошо ну к осени она будет вся вот такая вот темная а это новый побег сейчас на набьется почка и будет довольно красивая так здесь у нас тоже пихта но это самовывозом скорее всего может быть и будем отправлять но вы видите какая она широкая это такую коробку надо и опять там если будет отправляться то минимальными партиями там большие по пять по шесть она дорогая будет так что дальше идет ну тут пихточка вот которую мы с посылок перебирали маленькая оставалась мы ее тут рассадили тут у нас прикоп виргинис маленький тут еще пихточки четырехлетки много верисковидная да она приживается если вы осенью посмотрите мое видео и сравните какие они сейчас и какие они будут потом вы убедитесь что растут они довольно таки быстро туя смарахт но это в основном все на черенки будем смотреть конечно же будем смотреть там по сейчас главное выставим черенки у нас будут продаваться обязательно будут продаваться я по ним выкладу отдельное видео пожалуйста досмотрите видео до конца и пересмотрите еще раз потому что вот там вот у нас четырехлетка ель вы видите какая она уже это еще нету июня обычно она в конце июня такая мы сейчас пойдем это у нас получается раз два три четвертый отдел четвертый отдел мы пошли тут туя шаровидная тоже ну на вырос поэтому она рассажена так пусть вырастет чуть-чуть посмотрим на нее а потом уже будет видно так и так мы вот подошли к еле четырехлетки я криво держу наверно не всем видно хорошая хороший качественный материал да сейчас она зеленоватая но там видно что она голубые иголочки на ней есть поэтому сейчас у ней у всей будет голубой такой светло салатовый побег здесь туя колоновидная трехлетка но она будет трехлетки будет мощным деревом я вам говорю к осени примерно в конце июля уже это будет просто превосходное так дальше идем это у нас пятый их последний шестой но здесь у нас сборная солянка я даже не знаю сколько здесь чего тоже ель голубая колючая все позаросло ей но скорее всего мы ее продавать не будем а просто рассадим рассадим потому что она очень близко посажена это как говорится забыли забрать прикоп но ничего страшного с ней не будет она нарастит и пойдет ну сосна обыкновенная это рассадили потому что ну некуда девать было поэтому она там растет ну осенью я думаю я ее пересажу за вот заработала полив автополив черенков туман ну про черенки я сниму опять же отдельное видео когда они будут выставляться но корни там хорошие я думаю но отпада я вам скажу очень много потому что мы закончили черенковаться в конце августа здесь у нас туя колоновидная шестилетка уже будет к осени ну у нее стволы в два раза утолсяться поэтому это шестой у нас отсек где-то ее у нас немного 200 штук но по сантиметров по 70 будет она сейчас уже не меньше не меньше 50 ну это опять же сама вывоз ребята кто хочет из каких-то регионов приехать сам или же можете как у меня сделали из питера заказали машину она приехала мы ее загрузили они уехали все договор все подписано все документы нормальные накладная нормальная уехали здесь у нас пихта опять же ну это чуть побольше опять же говорю в пятый десятый раз не знаю не ставьте горшки ради бога это свободы свободолюбивые растения то что продается в горшках продается у нас с пролонгированными удобрениями осмокотом которые тормозят растения потом после пересадки их тормозят ну тут туя сморак это все вся идет на черенки я ее даже обсуждать не буду поэтому нам же нужно какой-то материал делать поэтому она даже вот видно мы брали в прошлом году видите она лысоватая есть лысоватая но теперь мы делать так не будем мы будем брать один с одного ряда там со второго 3 во второй год третий год третьего тоже все сморакт хороший пышный будет ну колоновидная тоже не очень хорошая вот то что она мне нравится она неприхотливая сморакт все-таки у него есть такой как говорится немаловажный фактор в котором люди потом теряются когда он обгорает например на десятый год роста ну ёлочка хорошая я сам от нее просто в восторге примерно она будет 15-25 сантиметров сейчас дойдет все нормально будет к осени будет просто шикарная ну а получается к весне она будет бомба так но это теневик все так еще раз по теневику все здесь притенено сетка 55 процентов притенения затем что у нас идет стойки стоят через три метра каждая то в одну сторону что в другую поэтому отсек получается 3 метровый по верху прожилины стойки 4 нет да 4 4 на 6 прожилины у нас 2 на 4 ну я думаю кто строитель а у нас сейчас все строители такое повторить и принципе возможно я честно скажу я это все придумал сам вплоть до того чтобы там вот все притянить все хорошо сделать это уберется опять же боковые все я решил убрать потому что но не нужны они как дает практика и опыт что видно что не нужны вверх натягиваем все нормально она больше света больше яркости идем другой теневик ну вот мы подходим другому теневику уже видно что туман вот идет даже на сосну сразу посмотрим пока он не выключился вот такой туман идет на черенки выключился ну черенки давайте пробежимся быстро я потом видео отдельно сниму здесь смарагд вот этот прижился например этот уже нет однозначно это тоже нет очень много у смарагда отпада потому что он черенковался последний и трудно трудно ему было и лоу риббон довольно хороший результат я сам не ожидал и от шаровидной нано это плотный шарик очень хороший медленно растущий у меня 20 лет растет примерно 50 см ну и вот эта верисковидная тоже шаровидная тоже ну примерно каждого вида будет по 500 штук я думаю такого прижитого хорошего корни с корнями черенка который можно сажать смело уже не бояться и доращивать так немного про этот теневик честно я сам забыл сколько у нас тут отделов вот это еще идет посадка у нас но сейчас давайте не будем отвлекаться так раз два три четыре пять шесть семь восемь отделов по 15 метров то есть 14 грядки чтобы оставался проход так ну начнем пожалуй с первого я извиняюсь здесь еще не пололась поэтому еще идет рассадка ну чуть-чуть нам осталось досадить эта грядка для черенка однозначно вот уже провели тоже туман но неизвестно какой он будет так тут у нас по моему четырехлетка но это ничего такого интересного нету это как бы тут у нас пошла пикелетка пикелетка тоже будет отсылаться ее немного угол от 1000 тут пихточка чуть-чуть тоже четырехлетняя сосна горная сосна горная прекрасно но выставлю ее одним но ее виде довольно таки мало у меня там есть для шишек мне хватит а вот этой довольно таки мало но по цене будет там я не знаю какая так дальше у нас идет ну тут не пропована пихта пихта сибирская с перемешку с пихтой кавказской по моему сибирская да сибирская так здесь у нас елочки все елочки не пропована но этот вы подумайте только уважаемые друзья этот еще июня нету обычно такой побег бывает у елки в июне в июне в конце на данный момент это просто так тут туя восточная книжка но тут не убрано чуть-чуть рассадка идет так тую там рассадили мы теперь здесь рассаживаем опять же вот палитая она лежит вы поливаете ничего страшного на следующий вот вчера поливали на следующий день подошли примяли все у вас их здесь здесь около 600 стук у вас такого не будет примеру вы закажете там на 50 20 30 довольно таки удобно все это все сделать так но здесь она досадится а вот здесь у нас идет трехлетка трехлетка сосна крымская довольно хорошая она стартанула очень хорошо в этом году дождей не было но кстати двухлетка я вам скажу нет но все равно отличаться будет и тогда однозначно но в этом году она просто бомбическая и но мне очень нравится как она пошла она вся пошла здесь в районе 10 тысяч ну где-то и трехлетку будем продавать и сосну двухлетку единственная цена я думаю тоже останется что было что было в прошлом году опять же все цены все что есть на нашем сайте вот один саженец если можно увидеть сейчас я покажу прекрасные саженцы и тут же опять же на них почки будет ну четырехлетка бомбить будет так мы прошли раз два три четвертый отдел здесь у нас черенки мы здесь уже были я может быть где-то быстро хожу здесь у нас идет ель голубая двухлетка но она дала побег довольно таки хороший но это опять же повторюсь это июнь и даже июня нету май месяц май месяц к осени она нарастит почку и будет довольно красивым сеянцам опять же все притянено боковушки где висят где нет ну здесь опять же красавица четырехлетка четырехлетки довольно много прошлом году трехлетки мы не продавали специально берегли чтобы она дошла и была нормальным саженцем довольно качественным хорошим здесь у нас туя туя опять пятилетка поэтому не обессудьте так ну вроде все место заняли здесь у нас последний здесь у нас идет трехлеточка мелкая то есть двухлетка была рассажена но здесь ее я не знаю около пяти-шести тысяч наверное совсем маленькие саженцы я не знаю будем ее продавать нет ну вчера поливали до сих пор уже видно трещины но она ей еще расти поэтому я навряд ли будем продавать пусть порастет на следующий год будь четырехлетки хороший там у нас еще есть и сосна веймутова я вам не показал ну там то что мы рассадили сейчас я ровно поставлю я наверно быстро все веду поэтому я извиняюсь у нас все захламнено конечно травой но это вот они миксы пошли очень красивые но здесь я хотел снять вам вот эту елку которая в прошлом году болела очень сильно вот видите какая у них хвоя позапрошлогодняя в прошлом году вот это хвоя а в этом году извините уже вот побег стояла все говорили зеленая зеленая ну это тоже все равно не зеленая не убеждайте меня что она зеленая это сизая может вот про ту елочку мне было два побега я снимал очень классная красивая ель но я есть расти расти будет так что вам еще показать но здесь идут у нас елки побольше это естественно самовывозом там вон грядка опять пятилетка колумна то есть его будет довольно много вот все говорят какой побег она дает ель какой побег но здесь уже минимум 15 сантиметров видно здесь больше тоже все будет все придет в норму ну а там у нас святая святых нет святая святых у нас в другом месте девочка это будет продаваться соответственно может быть будет продаваться может быть высадится пересадится другое место ну самовывозом соответственно это по моему девятый год и идет или восьмой я не помню точно опять голубая где не голубая она один год такая потом потом смотришь она поголубела почему так я знаю ну я просто терпеливый а люди и вот сосна веймутова дала нам даже пыльцу шишки мы от нее пока не дождемся но здесь ее тоже довольно таки много до процесс приживания идет вот у нас даже тут вот я позавчера сам лично заливал тут все и трудно еще приживаться тут тем более нету притенения вообще здесь как можно видеть вообще нету притенения вот сосники хорошие так и что у нас тут тут вот сосна это сосна у нас горная могус ждем с нее шишки вот уже есть маленький я не знаю дадут они не дадут сейчас будем разбираться ёлочки да ёлочки хорошие ну надо потерпеть подождать посмотреть что с осени сейчас я их выставлять не буду а там уже видно будет потом мы с вами посмотрим ну за полем я там не пойду потому что это секретная информация как говорили в одном сериале но там надо просто порядок привести все нет там ничего страшного там еле обыкновенная растет так еще раз миксы покажу миксы разослить так я не знаю что я с ними буду делать я честно может быть как всегда обрежу обрежу сделаю 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 бордюр но это тоже опять же видно будет да сейчас пройдем в святую святых наш как говорится это маточник я там думаю повесить повесить знаете что ну посторонний вход запрещен извините но это же все-таки маточник который дает нам новые растения тут у нас смарахт вот тоже видите он обрезаны и лоу риббон тут у нас идет вересковидная можжевельники вот рассажен для того чтобы они выросли для того чтобы с них брать ну и лоу риббон довольно много я думаю с первого ряда будем брать на второй год со второго опять же сделаем а там опять же колонны все засадили но колонна она прекрасно получается из семян поэтому я сильно не расстраиваюсь вот этот можжевельник хэнс травы скоро будем рвать вот-вот там за полем все скосили перед воротами я сниму отдельное видео тоже завтра послезавтра выпущу смотрите по поводу пихты так это у нас все побег умер ничего страшного в этом нет вот первый год пересад после пересадки у меня есть видео на канале второй год после пересадки по 10 сантиметров нет вру этот длинный этот вот он где-то примерно 25 второй год 10 сантиметров нет первый год 10 сантиметров второй год 10 сантиметров этот побег уже 10 сантиметров я думаю примерно к осени будет сантиметров 25 она уже хорошо пойдет она тут прижилась но она тут сателлитом считается поэтому а можжевельники эти скорее всего они тоже жду своего часа это пойдет на черенки сейчас я вам покажу вот эту ёлочку я знаю что она будет очень голубая потому что она была очень голубая ну там yellow ribbon вот на солнце видите какая она очень желтая лиственница у нас такая более безобразная тоже формировать надо ну что уважаемые друзья на этом все я вам показал то что мы рассадили в этом году материала будет довольно много и материал будет довольно качественный к осени и на весну опять же смотрите на ваше усмотрение заказывайте обязательно соблюдайте минимальные партии я прошу вас потому что например упаковывать одну пятилетку и с ней 10 штучек маленьких сосны это очень трудно у нас ну люди понимаете не железные я конечно постараюсь все сделать чтобы все остались довольны впрочем как всегда недовольных ну можно на пальцах пересчитать конечно но а где их нет но это одно второе спасибо за просмотр спасибо тем кто досмотрел до конца подписывайтесь на канал с вами был евгений филимонов и вы были на канале питомника хвойный дворик всего доброго удачи и и и и и и